10 в этом классификаторе, ну смотрите, в этой классификации может быть 10 экспертов, да? То есть решение принимает, что у них комиссионная, вернее у вас, или один? Отлично, его можно остыть? Значит, после этого приходит, как правило, в 95% случаев приходит отказ, да? И мы читаем аргументы, и мы спрашиваем изобретателя, согласен ли он с мнением эксперта. Ну, неудивительно, что автор говорит, нет, я не согласен. В основном он говорит, что, в общем, экземинатор абсолютно дебил, он вообще ничего не понял, ну это в большинстве случаев. Ну, он на самом деле, может, и не полный эксперт в этой специальности, но он руководствуется определенными аргументами, которые он сложил в своем письме. И нам, соответственно, нужно ответить только на те вопросы, нас не спрашивают, умный, глупый эксперт, этот вопрос нам не задавали. Поэтому нам конкретно надо ответить на те аргументы, которые написал экземинатор. Очень частая ошибка изобретателей, которые мне говорят, нет, подождите, я вам сейчас объясню, как работает моя система. Не надо объяснять, как система работает, я и так это знаю, или вообще это мне не надо. Мне нужно, чтобы вы конкретно ответили на вопрос. Вот пишет экземинатор, вот такой конкретный вопрос. И вот что, вот в этом противопоставленном патенте точно такая же гайка применена. Такая же, нет, не такая, напишите мне такая же, такая же, так, переходим к следующему. Он говорит, что там вот такая-то, такая-то вещь. Так, вы согласны? Да, согласен. И так далее. И мы доходим до момента, когда аргументы экземинатора и мнения автора не совпадают. Вот, к сожалению, очень часто авторы не знают английского языка, и, собственно, делаем это мы сами. Автор говорит, ладно, вы делайте сами, а мы заплатим. Вот, это очень печальный для меня момент, потому что всегда автор знает лучше, чем правильно. И вот это вот. После этого мы, как правило, и это не все в патентном офисе делают, но мы всегда, если в фирме, мы звоним экземинатору и заказываем, есть такой файт, где мы заказываем разговор с экземинатором. И во время разговора с экземинатором мы договариваемся о том, как ответить лучше. И очень часто, в принципе, понимаете, мы делаем общее дело. Мы находим отличие вот этого изобретения от существующих решений. Он находит, и мы тоже находим. Мы тоже хотим получить патент, который отличается от того, что было. Поэтому у нас дело общее. И мне экземинатор говорит, а вы знаете, вот если вы, вот у вас там такая сбоку рычаг, который все это поддерживает, вот если вы его добавите, то тогда это будет отличаться. И действительно, я тогда выпущу этот патент. Мы говорим автору, вот ведь этот рычаг у вас все равно должен быть. Вот без него он не работает. Так давайте добавим его, и тогда выпустим. Да, да. И мы уже договорились. То есть мы подаем ответ, где гарантирован положительное решение. Потому что... Но может это не подсказать? Может, да. В основном нет. Но бывает, что и подсказывает. А бывает, что... Просто немножко такая коррупционная история. У нас обезличенные эксперты, господательства. В России. То есть если ты знаешь человека, то просто можешь его лично улучшаться, ну как-то промотивировать, чтобы этот патент был выучен. То есть, ну я ничего не хочу сказать. У нас вообще нету, если туда экспертов. Но они есть, да? Это другой вопрос. Такого они качества, это другой вопрос. Просто вот в США устроено по-другому. Мотивировать никак нельзя. То есть я никогда их не знаю, этих экспертов. С некоторыми, к сожалению, приходите по многу раз, и мне уже потом звонят Надя. Слушай, вот я забыл сказать это, что мы нечего, если я внесу вот еще такую штучку. Ну если ничего, то я говорю, да, окей. Ну то есть переписка идет не с ведомством, а с конкретным лицом, да? Нет, переписка идет с ведомством. Но переговоры, естественно, с тем человеком, который его пускают. А потом я подаю официальный ответ, который идет не к нему на стол. Он подается, он идет в центральный. Тоже онлайн подается, но в центральный. Вопрос такой, Ваши сейчас рассказывают о подаче патентных заявок в США. Ну, мне кажется, это более-менее интервью, да, это США. Она не отличается. Что? Официальный в стране она в принципе может не отличаться. Отличается. Вот видите, у Вас в России нет разговора с экспертами. У Вас это такая ключевая вещь, когда, собственно, уже перед тем, как задавать ответ, мы решим Вас сажать. Еще вопрос. Подача патентной заявки в России и получение с помощью проекта патента в России, она в экспертной власти в отлайн? Это мы будем говорить впереди. Я имею в виду, что через призму они не ест, а сейчас посмотрите. Глубернии России, мы обязаны сначала подать в Россию. Значит, подача в одной стране все патенты национальны. Патент России действует в России, патент США действует в США, и они совершенно независимы. Если у Вас есть патент в России, и кто-то хочет производить товар по этому патенту в США, не надо говорить, что они у меня украли. Они ничего не украли, у них стопроцентное право выпускать товар, по которому Вы запатентовали в России. Вы не запатентовали в США, у Вас нет никаких прав в США. Вот это очень-очень важный нюанс, потому что бизнес-ангел, и мы говорили об этом рынок, и как оценивать прибыль. Надо подумать об этом, где продает этот продукт, какой рынок. Если только российский рынок, ну все, ради бога, давайте русский патент. Но если интересует вот этот американский рынок, надо американский патент. О, интересует Англия, надо английский патент. Китая, китайский патент, японский патент, Европейский Союз, или Брусселл, или Локсембург, или Испания. Почему это очень важно? Потому что если интересует, если эта технология может выиграть весь мир, это надо очень много разных патентов. Может быть каждый патент не очень дорого. Ну, я не знаю сколько, пять, десять, десять долларов. Но если нужно какой-то двадцать пять, или тридцать, или сорок патент на сорок стран мира, это серьезные деньги. А это тоже надо читать, сколько это будет стоить. А это тоже, это милстон. И бизнес ангел может начинается первый, или второй, третий патент. Но потом это нужно поддерживать патент, и инвестиции, и это уже на этап венчур инвестор, который надо аллокировать, может быть полмиллиона долларов, или мировной патент. Поэтому для бюджета это тоже надо анализировать. Сколько стоит будет мировной патент. Согласен, да? Да, да, да. Можно уточняющий вопрос? Наверное, ты надежда уважена. Вы когда говорите, что патент действует в этой стране, вы имеете в виду что? Это страна производства, это страна дистрибуции, или это страна розничного и конечного потребителя? Товар может произвестись в одной стране, продаться другой. Патент в какую страну нужно? Страна, где подан патент, в этой стране у вас эксклюзивное право исключить всех из продаж, производства и импорта в эту страну этого товара. Вся цепочка. Все вот в этой стране. Никто другой не может продавать и производить в этой стране. Но если вы сделали патент в России, любой может его производить в Китае и продавать в Германии. При этом не нарушается никак. Но в России продавать не может, да? Да. Ну, будто... Может, немножко со стороны вопроса. Вот и Китай, патент. Вот сейчас война была в США с Китаем. Вот, вот, во-вторых, американские, так что, китайцы не поддерживают, там, ну, какие-то, русские права вот эти вот. Ну, в Китае имеет смысл вообще подавать патент? Ну, ваше отлично. Я понимаю, что в США... Ну, во-первых, многие подают в Китае. Да, ситуация с Китаем. Вопрос про Китай. Значит, многие подают. Да, 10 лет тому назад довольно была тяжелая ситуация не с тем, чтобы подать и запатентовать в Китае, а с тем, что когда тебя нарушают, что можно ли как-то это легальным образом отбить, отстоять и чтобы убрать конкурентов, да? Иными словами, это защита от китайского контрафакта, да? Производства. Производства, да. Производства, да. Вот, но китайское правительство очень пытается гармонизировать свои законы и все, что у них происходит со всем миром. И вы не поверите, какие грандиозные изменения происходят в Китае. Если даже 10 лет назад наука там была какая-то такая странная, какая-то они так что-то немножечко делали, то сейчас это современнейшее научное производство, самые высокие технологии. И если говорилось раньше, ну, китайцы ничего не могут придумать сами, и они просто копируют. Теперь прошло 10 лет, все они могут придумать. У них прекрасное образование. Они творят, они создают новые приборы и все. То есть все меняется, и все меняется в плане законодательства тоже. Я не могу сказать, насколько оно хорошее и такое ли оно хорошее, как в Европе, там, в США, наверное, еще нет. Но то, что идет тренд на усиление, и компании выигрывают дела в Китае, пошло дело пошло. В России есть понятие свидетельства о регистрации базовых данных и программах для ЭВМ. В американском патентном праве это патент на что? Это копирайт. Это авторское право. Просто защищает программный продукт от топового копирования. То есть вот взяли диск, как-то взломали, скопировали и стали выпускать те же самые диски. Музыку, например. Вот это вот прямое копирование. Просто хотят уточнить, я думаю, о том, что выдает ли американское патентное ведомство какие-либо свидетельства аналогичные Роспатенту? Я не знаю. Скорее всего, нет. А копирайт выдаёт тоже ведомство, что и патенты, да? Копирайт нет. Это библиотека Конгресса США. Да? По первой строчке вот в предыдущих США пишут слово «грант» или «юэс-грант». Вот как будет переводиться? Грант? Грант? Это разрешен выдавленный патент. Да. Просто выдавленный? Ну да, вот уже выдавленный. Уже оплачена выпускная пошлина, потому что прежде чем вы получите патент, надо заплатить вот эту пошлину. До оплаты пошлины. Allowed. Allowed. Это, значит, слово «allowed» — это разрешен. Потом мы платим ищу выпускную пошлину. И тогда, значит, гранты, то есть выпущен уже выдав. Выдав. Вот, правильно. Вот что интересно. У нас существуют потентные семьи. Мама, дочка, внучка. Что? Я, прошу прощения, не могу посетить какую-то международную патентную систему прирастает. Посетите, что сетирки будет. Да. Дадем. Ладно, вот я буквально сейчас. Вот, значит, детки, внучки, мы все знаем, что это такое. То есть имеется патентная заявка, она разрешена. И до выпуска, и по ищу, до того, как мы заплатим выпускную пошлину. С первым все хорошо. Мы подаем дочернюю заявку. Где мы говорим, да, а кстати, вот там был такой блок контроля. И вот мы хотели бы сказать, что кроме того, что мы там написали, он также может управляться Wi-Fi. Как бы само по себе это такая маленькая добавочка, которая, ну, не достойна патента. Но, поскольку материнская заявка разрешена, то такая дочерняя заявка будет тоже разрешена. Потому что нельзя дочерней заявке противопоставить материнскую заявку. Таким образом создаются целые семьи патентов. И особенно фармацевтических. То есть немножечко туда-сюда добавим. И уже, уже, вы хотите еще добавить? Нет? Это убрать, да? Что? Да, да. То есть это в любой момент можно пожарить. В любой момент. До оплаты ищут. В любой момент здесь можно. Не обязательно после Allowance. Но, как правило, когда я получаю Allowance патент, я спрашиваю изобретателя. Дорогой изобретатель, вот у тебя один патент? Вообще, если говорить о компании, то надо иметь не один патент. Я сейчас спрошу вас. Какое количество патентов надо иметь компании для того, чтобы она хорошо продалась? Вот. Я скажу свое мнение. Поскольку я работала... Вот. И тут я предлагаю, после того, как он Allowance, да? Я предлагаю. А вот не хочешь ли вот за эти три месяца, которые осталось? Три месяца. Вы подадим еще зачеренную заливочку, и у вас будет вместо одного патента два. А потом мы еще один сделаем. Ну, час и так далее, и так далее. Публикация и патент — это разные вещи. Бывает опубликована заявка. Заявка опубликована. Не патент, не выдан патент. Я говорю, под писетей мы выдаем, что мы с вами. Мы с вами публикуемся, не сама заявка. Давайте на писетей мы сейчас дадим. Я поняла, что всех интересует писетей. Это про американские заявки. Писетей дочерние заявки. Писетей мы дойдем. Это только про американские заявки. Это существует только в Америке. Я вас слушаю. А чем отличается дочерняя заявка? От пункта опубликованных патентов, просьбы в американских патентах тоже есть? Да. Она должна быть другая, чем пункт. Еще что-то. Еще что-то. Уточняющий характер. Или уточняющий, или дополнительный. Или что-то, что сильно связано, но все-таки даст вам лишний патент. Я работала для инвестиционных фондов по составлению, ну, как бы по анализу документов, и я считаю патентов. И я считаю, что, в принципе, вот хорошие шансы были у стартапов, у которых шесть патентов и больше. И неплохие окей. Три, четыре, пять, шесть. И очень плохих, у кого один или два патента. Прокомментируйте, пожалуйста. Я, может быть, вижу ситуацию немножко по-другому. И я могу это два разных шлапа. Если я инвестер в «Бизнес Ангел», я занимаюсь инвестицией долгосрочное отношение с очень креативным человеком. И я помогаю ему фамилировать на первый проект, который ему можно продать. И я буду рекоментировать, рекомендации сделать. Мы сделаем патент только, что надо сейчас. Потому что я понял, вот это его голова, ее голова, это будет много разных идей. Я занимаюсь инвестицией этот человек. И я не хочу показывать полную информацию для первых венчур инвесторов. Потому что если я шла в венчур инвестмент фонд, я хочу полный получил этот человек. И полный это. Поэтому я как венчур фонд хочу, вижу, полный сделает много патентов на всю идею. Но «Бизнес Ангел» интересует, давайте по очереди. Первый мой занимается коммерциализацией. Это маленький проект. И продает. Все. А потом я получил деньги, и мы начинаем инвестицией делать следующий проект. И получил патент на этот проект. Поэтому у меня два идеи. Не знаю, может быть, не согласен. Я думаю, что это и та, и другая бизнес модель интересует наших правосредителей. То есть и то, и другое важно. Но иногда в одном промышленном образце бывает несколько патентов. Вот, а теперь немножко буквально о том, что мы уже с вами говорили и о новых вещах. Итак, какие же ограничения у наших патентов, да? То есть крылья хочется расправить, но насколько мы можем широко. Итак, патент имеет территорию, то есть если это патент в России, он действует в России. Если патент в США, то действует в США. И если у нас патент только в России, то любой человек в США может начать производство и продажу в любой части планеты, кроме России. И одновременно для вас, если вам понравился патент в США, и у вас есть возможность производить это в России, и они не запатентовали это в России, пожалуйста, берите, производите и продавайте. Потому что они это не запатентовали в США. Единственное, что вы не можете, вы не можете запатентовать. Потому что патентовать надо новое, а если оно запатентовано в США, то оно не новое. — Отдавать можно только до тех пор, пока они не сделают этот шаг и не запатентуют в России. — А всё поздно, запатентовать можно только через 12 месяцев от даты подачи. Если они уже получили патент, значит прошло 2-3 года от даты подачи. Значит, они пропустили этот шанс, они не смогут это подать в России. — Если только они не подадут какой-нибудь немножко изменённый и покрывающий вот это придумают. Ну, конечно, там какие-то варианты, но легально вы имеете право производить от патента в США какое-то химическое вещество или что-то. Там пока разберутся, что... Так, значит, теперь 20 лет, примерно 20 лет с даты выпуска патента. Там варьируется приоритетная дата, разные страны, 20, 17, ну, в общем, суть где-то примерно на 20 лет. То есть государство вам разрешает 20 лет устранить всех конкурентов. В обмен на что? На полное раскрытие изобретения. То есть одно из требований вашей заявки, которое должен ваш хороший патент неповеренный учесть при написании заявки, что вы получили этот патент в обмен на такое описание, на основании которого можно построить это устройство или что-то. И я часто получаю отказы по статье 112а невозможность построить, выполнить это изобретение на основании убогого описания, сделанного, к сожалению, здесь. Вот. То есть это требование часто не выполняется в российских заявках. И у меня был просто ужасный опыт, просто рыдала я. В феврале мы проиграли кейсы в европейском суде, я ездила в Мюлнхен, защищала в суде, потому что мы отбили все 16 пунктов, все 16 пунктов там, где на нас наехали. И все-таки мы проиграли, потому что противоположная сторона сказала, что...